День встреч День объединения, единения, день признания общественных работников с тем, чтобы вот это гражданское общество продвигалось на Ульяновской земле дальше. Правительство находится в постоянном контакте с общественниками. Например, недавно ими совместно решалась экологическая ситуация в Индии. Напомним, зимой были сбои в работе фильтров диатомового комбината. Привиление к появлению такого необычного природного явления, как красный снег. Жители получили полную информацию по предприятию и в том числе мы записались на Индинском радио для того, чтобы как можно массово довести подобную информацию до жителей города Индзо. Все удовлетворены или есть какая-то часть, которая просто не удовлетворена ответом и сомневается? Все те жители, которые вместе с нами посетили предприятие, получили полностью исчерпывающую информацию и удовлетворены. И та информация, которую мы донесли через средства массовой информации, еще будет на более широкий круг. Однако все попытки наладить работу гражданского общества в конечном итоге могут упереться в тупик без активного привлечения молодежи. Ведь именно молодым людям придется продолжать вести к процветанию родной край. Где реально работают с молодыми людьми, а где по большому счету просто делают это так в качестве профанации для галочки, то тогда в Ульяновской области конкретных муниципальных образований не будет будущего. Тогда молодые люди просто разъедутся. Тогда молодые люди не будут соучастниками тех программ, связанных с развитием муниципалитета, которые мы с вами запускаем. Если хотите, это прямой вызов нам с вами. Но движение должно происходить в одном направлении. Развитие гражданского общества подразумевает и улучшение работы чиновников. Глава региона поставил вопрос о необходимости проверки компетентности и профпригодности руководителей области. Со следующего года будет запущен проект заключения коллективных договоров с работниками администрации. Но этим изменения не ограничатся. Мы запускаем в связи с такой оценкой и с таким подходом проведение большого внутреннего кадрового аудита. Мы не будем ждать этого распоряжения, нам он и не нужен. Поэтому у нас свое, что называется, будет внутреннее такое решение для того, чтобы понять, где и кто у нас некомпетентен. Кто и где у нас просто присоседился, что называется, к нашей большой и важной работе, занимается пустым времяпровождением. А где-то просто даже и вреден. Есть и те, кто явно не справляется со своими должностными обязанностями. С них спрос строгий. Анатолий Владимирович, подготовьте мне распоряжение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра, который курирует стройкомплекс, там, Лазарева. Не хочет молодой человек там жить, что называется, на этих объектах. В одних, что один, что другой. Не хочет, так сказать, правильно организовать работу. Все, закончили. Закончили тогда, значит, с работой в качестве заместителя министра. Вину замминистра были поставлены срывы сроков строительства пансионата для граждан пожилого возраста в Языково и ФОКО в Новое Малыкле. Под особым контролем держится и ситуация с ценами на баллоны природного газа, поставляемые в село. Договора подписана. Обещают сегодня ТАССГАЗ отправить. По цене 554 рубля, где который договорился. Я очень прошу, уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что сегодня мы в ночь привезем, а завтра будем рассвозить по 554 рубля. Поднадзором и ценное питание в школах и дошкольных учреждениях. Осталось меньше недели до начала нового учебного года. Вопрос подготовки школ находится на одном из первых мест. Приемку удалось пройти всем образовательным учреждениям, кроме трех, где будут проходить капитальный ремонт. На уровне общеобразовательных организаций будет продолжена активная работа по созданию центров здорового питания. На протяжении четырех лет работает программа развития центров здорового питания в Ульяновской области. На сегодняшний день созданы и функционируют 250 центров здорового питания в образовательных организациях. В следующем, вернее, настоящем текущем учебном году планируется создание еще 100 центров здорового питания. Еще один сезонный вопрос – уборочная кампания. Аплодисментами встретили участники совещания цифру рекордного урожая. Хочу отметить, что у нас общий намолот на сегодняшний день составил 1 миллион 301 тысяча тонн. То есть это наивысший результат с 1997 года. За 19 лет мы прошли планку и, соответственно, тот прогноз, который мы давали, где-то 1 миллион 350 тонн, мы на него выходим. Подготовка к топительному сезону также можно отнести к сезонным проблемам. Готовность почти стопроцентная. Сергей Иванович, все муниципальные образования, график проведения гидравлики осенней, все предоставили. И в заключение еще одна радостная новость. В день семейного общения ульяновцам по обыкновению разрешат пораньше уйти с работы. А в лагерях области готовится принять пятую смену. Вместо детей заедут пожилые граждане. С 1 сентября первый оздоровительный лагерь «Жемчужина» в Николаевском районе готова принять нашу смену, которую мы называем, как вы не скажете, четвертая либо пятая. Мы ее в рабочем порядке называем «Сентябриада», потому что в прошлом году это название прижилось. Соответственно, есть понимание по финансированию, есть понимание по наполнению. У нас прекрасная, интересная складывается концепция. В течение пяти дней по заезду наши люди старшего поколения будут проходить несколько дней своего оздоровления. Как известно, нравственный облик общества определяется заботой о стариках и молодежи. По этому пункту Ульяновской области точно все в порядке. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...